Вот уж действительно революция. Революция в сфере бытового обслуживания. Да, и я совершил небольшую революцию. Это сюжет 1200 из размещенных мной в интернете на моей страничке, на ютюбе. Но, к сожалению, интернетом магнитогорцы не пользуются. Хотя кто как. Взять, к примеру, последний сюжет про деятельность комбината бытового обслуживания. Это одно из подразделений, которое располагается вот здесь, на Дружбы 33. Люди посмотрели и уже сделали первые интернет-заявки. А сегодня мы поговорим о том, как вам в большей степени деньги сэкономить и больше пользы принести. К примеру, с помощью электроинструмента, взятого на прокат. А вот об этом мы чуть-чуть попозже. Потому как передачка автомобильная. А автомобиль требует инструмента, ибо без него-то никак. И тема более интересная нам открылась изначально. Да потому что только одно место есть, кое и меня удивило. Фонтанирующей энергией созидание добра. Потому что... Хочешь заработать много, работай на бедных. И люби их. Нас с вами. Именно поэтому революция, революция наоборот. Мы не верхи меняем. Мы работаем на низы. Которые должны быть уважены низкими, точнее самыми низкими ценами. К примеру, на ремонт бамперов и пластика. Нексия старого образца. Казалось бы, ну можно бамперы бушные найти. Что было решено сделать? Ну было решено восстановить данный бампер. По рекомендации своих знакомых. Я хотел убедиться, ну на самом деле ли качественно здесь производят ремонт. И приехал, и сам убедился в этом. Что цена и качество соответствуют. Ремонт сила стоит 8 тысяч. А новые, так наверное, вообще там космических денег? 15. 15 тысяч разница в два раза, да? Да. Только вы еще получили еще и покрашенный бампер. Покрашенный бампер. Пожесть еще сделали. Еще и пожесть сделали? Ну и как, по карману не ударило? Да нет. Приемлемые цены. Я отношусь к той категории авторюбителей, которых даже царапина бесить начинает. Вы, наверное, тоже. Я, да. У меня вот второй случай, когда я приезжаю сюда, ну, по рекомендации. И заехал в другой автосервис, у меня тут был скол. И мне сказали, ну... Сколько там насчитали-то? 8 тысяч. 8 тысяч. А здесь сколько? А здесь в два раза меньше, четыре. И тут главное, что мне понравилось, тут делают качественно и недорого. И за короткие сроки. Мне сказали, ну, за три дня сделают его. Автомобильный бампер, это, пожалуй, самая красивая часть. Без нее эксплуатировать, ну, как-то неправильно. Ну, вот, лето, допустим, да, кто-то не хочет машину свою отгонять без бампера. То есть надо же в сервис приехать, бампер снять, машину отогнать. Потому что редкий сервис имеет такой большой отстойник. Что вы можете сделать? Ну, мы можем сделать следующее. Предоставляем услуги такого рода, как с выездом. То есть наш мастер берет инструмент, выезжает к вам домой, либо на стоянку, снимает бампер, отвозит сервис, ремонтируем, приезжаем, ставим вам готовый уже бампер. И все, никуда ездить не требуется. И демонстрирует, что у вас была разбита, ну, основная часть вашего автомобиля. Да. Чудо, да? Да, мы чудесным образом нырнем и в технологию. Но попозже. Главное чудо, то, что решено было работать по-китайски. Мы возьмем ценой и объемом, при этом не потеряв качестве. В качестве озвученного в начале сюжета инструмента на прокат. Вы, наверное, специалист по работе с древесиной? Да, я работаю уже порядка 16 лет с древесиной. Почему вы не пошли там, где продается оборудование, а пришли посмотреть, есть ли в прокате? Ну, иногда удобнее взять на, буквально там, ну, некоторое время, то есть заплатить, нежели купить персональный инструмент. Потому что очень дорого стоит он изначально. А в прокате это будет выгоднее. И логичнее получается, да ведь? Потому что некоторый инструмент стоит, ну, несколько десятков тысяч рублей, а требуется всего там раз в пять лет, допустим. Ну, и на самом деле так оно и есть, что, то есть, в любом случае, имеется какой-то набор инструктория, но, ну, нужен дополнительный какой-то еще инструмент. Причем, если большие объемы работ, ведь я не один работаю, есть какой-то коллектив, где не всем хватает инструментов. Приходится приходить сюда и брать эти вещи во прокат. То есть, слово прокат для достаточно молодого человека не является чем-то, ну, из ряда вон выходящим? Да нет, ну, вообще-то это порядки вещей. На Западе прокат машины берут, а почему бы не брать электроинструмент в прокате? Ну, что, по сути, человеку нужно для счастья? Один и единственный инструмент под названием шуруповерт. Он выполняет определенные функции, а все остальное, все остальное успешно стоит где-то на складе. Или валяется, и вы даже не помните. К примеру, тем же самым занимался и я не так давно. То есть, часть ремонта, которую я выполнял, мне приходилось сделать инструментом, который я потом приобрел. Теперь все это успешно стоит, и когда потребуется, я понятия не имею. В том числе и перфораторы, и шлифмашинка, и все остальное. Гораздо дешевле все это взять на прокат. Тем более для пенсионеров это еще и на 30% дешевле. То есть, ну, почасовая оплата, к примеру, перфоратора, это от 100 рублей. Если вам надо много поработать, ну, к примеру, проводку сделать, то профессиональным инструментом можно пользоваться, ну, сутки-двое, заплатив за это, ну, тысячу рублей. И все. И опять же экономия. Хороший перфект, сколько стоит? В районе 7 тысяч. Вот так вот. Ну, вот как-то так получается. А вы что думали, я не божитель? Да нет. Такой же, как и вы, специалист по набиванию шишек граблями. Вот только маленькое но. Я признаю свои ошибки и делаю это перед сотнями тысячи горожан и миллионами зрителей интернета открыто. Век живи, век учись. Но век головой думать не придется, потому что вряд ли человечество достигнет того предела, что будет жить дольше 100 лет. Да, ну, может быть, и не надо. Да, ну, может быть, и не надо. Вот мы сегодня научились, да? Мы вместе с комбинатом бытового обслуживания экономили деньги на химчистке. В этом мы сэкономим на электроинструменте. Если на химчистке вы экономите десятки тысяч, то на электроинструменте можно сэкономить сотни тысяч рублей. Просто беря его на прокат, когда он необходим. А иначе зачем денег-то тратить?